Здравствуйте! В студии Наталья Чудина. Вы смотрите программу «Культура Хакассии» и в ближайшие 10 минут о самых значимых событиях культурной жизни республики. На 4 дня Абакан превратился в музыкальную столицу Сибири. В Хакассии пришел 11-й всероссийский конкурс имени Кеннеля. В этом году он собрал рекордное количество участников, художников и музыкантов. До выхода на сцену у Дангакшуру из Тувы остаются считанные минуты. Их молодой музыкант тратит на повторение программы, хотя это скорее для успокоения нервов. Все давно уже выучено и мастерски отточено. 11-й всероссийский конкурс имени Александра Кеннеля традиционно собирает в республике лучших молодых музыкантов в возрасте от 6 до 21 года. Денис Герасимов в свои 15 лет отлично играет на скрипке и гитаре. Какой струнный инструмент станет основным в будущей карьере, пока не определился. Точно знает только одно – он будущий музыкант. Как ты оцениваешь свое выступление сегодня? Ну, если оценивать его по 10-бальной шкале, то, скорее всего, на 7-8. То есть мог бы и лучше? Мог лучше, но когда выходишь на сцену, часть своих, то, что ты выучил, все равно теряется и не так эффектно ты играешь. Учредители конкурса – Министерство культуры Хакасии. Организаторы – Республиканский методический центр по художественному образованию. Творческие состязания в изобразительном искусстве и музыке проводятся раз в два года. В этом году в республику приехали около 600 детей. Количество участников от конкурса к конкурсу только увеличивается. Ширится и география. У нас очень удобное такое расположение, да, географическое. И к нам приезжают дети из всех регионов Сибири. То есть это и Новосибирская область, и Кемеровская область, и Приморский край, и наши вот республики близлежащие, то в Абрятии. Музыканты состязались в шести номинациях. Организаторы подчеркивают, что ежегодно участники повышают планку и уровень мастерства. Дети безупречно исполняют сложнейшие произведения, которые требуют не только музыкального профессионализма, но и физической выносливости. Без перерыва отыгрываются получасовые сочинения. Оценивали мастерство молодых музыкантов профессиональное жюри. В него вошли лауреат международных и всероссийских конкурсов, преподаватели ведущих творческих вузов страны. Среди них профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского, пианист Александр Вершинин. Я уже 10 лет приезжаю в Хакасию, в Бакан, 10 лет принимаю участие в жюри конкурса. Это, так сказать, очень такой интересный регион, очень интересные люди интересуются, так сказать, музыкой действительно по-настоящему. И очень есть хорошие педагоги, которые готовят ребят. И действительно есть разница, действительно. Вот сейчас это можно совершенно четко сказать. Уровень вырос и в младшей группе, и в старшей группе. И регион охватывается как-то больше уже. Итоги конкурса подвели 11 апреля. Больше всех дипломов и призовых мест осталось в республике. На втором месте по количеству наград Красноярский край. Гран-при всероссийского конкурса имени Кеннеля получил наш музыкант, гитарист и скрипач Денис Герасимов. Настоящим подарком и для участников музыкального конкурса, и для простых зрителей стало выступление членов жюри. На сцене Республиканской филармонии совместно с нашим симфоническим оркестром играли скрипач. Алексей Кашванец, гитарист Владислав Домогацкий и дамбрист Андрей Кугаевский. 11-й всероссийский конкурс музыкантов и художников собрал не только сотни талантливых детей Сибири и Дальнего Востока. На конкурс традиционно в качестве членов жюри приезжают выдающиеся мастера в области музыкального искусства. Помимо многочасовых прослушиваний и мастер-классов, мэтры нашли время в своем плотном графике, чтобы на сцене показать образец мастерства и виртуозного исполнения. В первом отделении звучал удивительный по красоте концерт финского композитора Яна Сибелиуса. Во втором на сцене блистал талантливый гитарист Владислав Домогацкий и завершил музыкальный праздник Андрей Кугаевский, дамбрист, профессор Новосибирской консерватории имени Глинки. За вот этим исполнением свободным абсолютно и очень ярким, эмоциональным стоит огромная работа как исполнителя, так и оркестра. За этим стоит большое мастерство, очень много труда. Чего это стоит? Это нам, ну как сказать, зрителям, кажется, что все это очень просто. Это на самом деле, ну, сама, так скажем, баба вашей в этой школе, как музыкант, я знаю, что это такое, сколько труда нужно вложить в это. Часть зрительного зала была заполнена юными музыкантами. Для них Кашванец, Домогацкий, Вершинин, Кугаевский – безусловные образцы для подражания. Те, на кого нужно равняться, если музыка не просто увлечение, а будущая профессия. На этой неделе в Хакасии вспоминали годовщину страшных пожаров 12 апреля. Огнем были уничтожены не только жилые дома. Сгорело несколько сельских клубов и библиотек. За год учреждения были отстроены заново. Можно смело сказать, восстанавливали здания всем миром. Помогал даже Мариинский театр. Год назад огонь буквально стер с лица земли малые села Кожухова и Кагаева от Женькидзевского района. Люди потеряли не только дома, но и значимые социальные учреждения. Меньше чем через год в конце марта в Кожухова и Кагаева праздновали новоселье. В селах открыли новые социокультурные центры. Восстановление курировало Министерство культуры Хакасии. Я хочу сказать, что все объекты и Кагаева и Кожухова строились за счет пожертвований граждан, наших работников культуры, других организаций Республики Хакасии, а также работников культуры всей России, которая в свою часть заработных плат перечисляла в фонд строительства этих учреждений культуры. Но выстроить новое здание – это только полделом. Параллельно приходилось решать вопросы и с наполнением помещений. В огне сгорело все. Мебель, оборудование, книги. Мебель для социокультурных центров Кагаева и Кожухова – это дар артистов-солистов Мариинского театра, которые направили необходимые средства для приобретения мебели в эти учреждения. Книжный фонд комплектовался за счет книжных издательств, причем Московского и Ростова-на-Дону, а также Международного книжного фестиваля Московского. Конечно, не остались в стороне и наши работники культуры. Мебель, оборудование помогали приобрести драматический театр и театр «Сказка». Министерство спорта и Минтранс Хакасии решили вопрос с покупкой телевизора в Дома культуры. Всего 12 апреля было уничтожено три библиотеки и два сельских клуба. Сегодня практически все восстановлено. На конец мая запланировано торжественное открытие района и библиотеки в поселке Шира. Самый молодой театр Хакасии «Читиген» отпраздновал 25-летие. И это лишь официальная дата. На самом же деле возник театр в 80-х по инициативе режиссера Василия Ивандаева. Название получил в честь путеводного созвездия «Большая медведица». За четверть века артисты поставили больше сотни спектаклей. Сегодня работают над новыми пьесами и готовятся к новым гастролям. История Хакасской земли, культура и традиции предков – все это воплощает в себе «Читиген». Как государственное учреждение культуры театр существует 25 лет. Но на самом деле творческое объединение возникло еще в 88-м. Тогда молодой режиссер Василий Ивандаев собрал вокруг себя талантливых артистов, которые и начали играть в «Читигене». Это Георгий Сагалаков, Юрий Топоев, Валентина Тюкпеева, Фаина Баргаякова. В 91-м на службу в театр по личному приглашению режиссера поступил и Валерий Топоев. И по сей день артист остается верен родным театральным стенам. У меня нынче будет 50 лет, поэтому я думаю, что к 50 годам что-нибудь, думаю, интересное для себя открыть, сделать или, по крайней мере, улучшить что-то. Актеров «Читигена» и начинающих, и опытных всегда объединяло общее желание окунуться в национальный колорит постановок. Игра на хакасском языке и только – основное правило театра на протяжении всех лет его существования. Это возможность сохранить культурное богатство нации и, главное, возродить интерес жителей республики и особенно молодежи к родному языку. Несмотря на языковой барьер, смысл постановок «Читигена» всегда понятен зрителю. Будь то жители нашего региона или страны в целом, гастроли для труппы – буквально образ жизни. Нам собраться только под поясницы. Нас знают больше, наверное, за пределами, чем в самой Хакасии. Так получилось. Наверное, самые запоминающие гастроли – это Северный Кавказ. Это бешеный ритм работы. Это спектакли каждый день. Буквально ни одна постановка не обходится без живого музыкального сопровождения национальных песен и тахпахов. Это только подчеркивает статус театра, драмы и этнической музыки. «Читиген» ставит не только пьесы местных авторов, но и черпает сценический материал из отечественной и зарубежной классики. Театр, он как бы не заканчивается теми моментами, когда ты вот закончил работу над каким-то произведением. Ты это несешь домой, дома, ты об этом думаешь, ты работаешь. Если не спишь, то круглосуточно находишься в этом пространстве. Актеры всегда рады творческим переменам, которые порождают не менее творческие мечты. Тем более, что сбыться им непременно суждено. Четверть века для молодого театра – это лишь начало пути. Впереди же новые сценические успехи и овации зрителей. На этом пока все. Это была программа «Культура Хакасии». Спасибо за внимание и до встречи.